На чем вам сейчас приходится экономить? На еде, на вещах, на отдыхе приходится экономить. А на что хватает? На что хватает? На элементарные вещи, ребенка в садик отправить, на коммунальные услуги, на питание, естественно. Чуть-чуть родители помогают, да и так. На всем я экономлю. Я хожу на рынок каждый день для того, чтобы подешевле что-то купить. На всем экономлю. Не говорю уже про мясные продукты. Давно уже курятину только едим. Про мясо я уже забыла давно-давно. Может, это для здоровья полезно? Я не знаю. Но остальное что? Не покупаю, конечно, дорогую рыбу. Вообще ее не ела никогда, забыла вкус. Никаких деликатесов. Все дома помаленьку. Мне, когда приедет семья моя, еще дети, придется экономить. Еще больше? Ну, а как вы думаете? Вот когда я вожу их гулять, твоих двух правнуков, я не могу даже посадить их в этот, попрыгать. Понимаете? 20 или 10 гривен? Там было 5, теперь 10 попрыгать и 25 проехать на машинке. А у меня мальчик и девочка 5, 6 лет и 7 лет. Вот хожу вот так вот. Ну, что делать? И у меня неплохая пенсия. Я 50 лет обработала в школе, и у меня пенсия приличная. И мне не надо так вот прожить со своими двумя еще правнуковыми. Мне надо 3 тысячи. Это так вот, вот так урезавших все, да? Вот. Ну, а я имею меньше на порядок. Вы знаете, когда не было вот этого вот переворота всякого, то я была довольна. Думала, все говорили, дай бог такую пенсию 2000, и я бы ушел с работы из школы. А сейчас и ее мало. Да что вы. Сейчас все, значит, у меня получилась пенсия. Тысячу гривен. Попробуй проживи, когда даже прожить на минимум 1200 у нас, да? А коммунал? Ой, я живу, вы знаете, я живу, ну, в доме в таком частном. А, в частном доме? Да, и вот все равно уголь в прошлом году уже не покупала. У меня площадь небольшая, вот, дрова покупала. И вот сейчас хожу и думаю, как бы мне сэкономить еще и на дрова. Потому что надо не менее тысячи гривен, чтобы купить один кубометр дров. Понимаете? Потому что привезти его вот оттуда, от 4-й школы ко мне, 120 гривен стоит. Машина только стоит. В общем, как мне соседка рассказала, говорит, вы не видели? Ой, в магазине, значит, витрина, показывают на этом, на телевизоре. В магазине витрина, на ней надпись. О ценах не спрашивайте, у меня в самой шок. Это написала продавщица. Ну, не смешно. Так что вот так вот и живем. Ну, слава Богу, надеемся, зима будет не сильно холодная, Бог даст, как в прошлом году. Проживем как-нибудь. Было бы здоровье. На всем, на всем, буквально на всем. И на питании, и на одежде, и вообще на всем. А еще, а уголь, так вообще, нам уголь надо покупать, это вообще просто катастрофа. На всем, на эконом, стараемся, да, подешевле, купить что-то, а так идет много нам. На коммуналку хватает? Нет, нет, не хватает. Не, на что не хватает? Спасибо. Потому что пенсия маленькая. На всем экономим. На продуктах, на одежде. Все дорого. А коммуналка? Хватает денег на коммунальные услуги? На коммунальные услуги, ну, хватает, но на продукты мало. Ага, или не ешь, или плати коммуналку. Пенсию забирают, обижен на правительство. Пенсию получаешь и зарплату. А с пенсии высчитывают. За что высчитывают? Я думаю, очень, очень обидно. Все здесь проработал, пенсию заработал, забирают, ну, проценты. На чем вам сейчас, на чем вы экономите? На что не хватает денег? Да, выглядит нормально все. Хороший вопрос. Намного не хватает. Особенно ребенка в школу собрать. Старшему сыну помогать учиться. Ну, естественно, экономим на продуктах, питании. Немножко урезаем, конечно. На коммуналку хватает? На коммуналку, ну, еще пока мы не столкнулись. С отоплением зимой. А дальше мы посмотрим, как будет. Ну, конечно, очень тяжело сейчас. Очень. Сами понимаете. Я вам даже не скажу, на чем мы экономим, потому что на всем не хватает. На чем мы экономим? На продуктах, потому что если нужны лекарства, то мы их покупаем. Стараемся сами готовить. Сами дома выкручиваемся. Берем муку, все лепим. Коммуналка хватает? Коммуналка. Ну, у меня частный дом, поэтому у меня меньше оплат по коммуналке. У меня вода, свет. Все остальное. К зиме готовимся. Запасаемся баллонами с газом, всем остальным. Закатываем все самодельное. Так и будем выживать. Надеемся, так мы будем выживать. Редактор субтитров А.Семкин